Ну что же, уверен, интересно посмотреть, что же получилось в самой аналитике M1 Shop. Итак, результаты на самом деле хорошие и есть куда двигаться. Если убрать тот факт, что я записываю видео и все хочу, в общем, подробно показать, сразу хочу сказать, я там накосячил, в общем, неславно. Когда я выставлял гео в Яндекс.Директе, я забыл, в общем, в оффере по гео России, нужно было исключить некоторые регионы, я же влепил всю Россию и говорил, что покажу, как делать ненужно и так далее. Действительно, показал, как надо. Итак, у нас есть 230 уникальных кликов здесь в аналитике. Почему в Яндекс.Директе 150, а здесь 230? Это какая-то волшебная вселенская аналитика, я не могу вам сказать. Суть в том, что мы в Яндекс.Директе четко у нас привели 150 кликов. Вероятно, здесь были и боты, и эти боты тоже учитываются. То есть я постоянно вижу, что в аналитике M1 Shop, да и вообще в любой CPA сети кликов уникальных больше. Вот эта разность аналитик, она на самом деле иногда смущает. И при этом вот эти уникальные клики, они тоже, в общем, все это влияет на вот эти цифры, как EPC и так далее. Что в итоге? Так, давайте я вам покажу еще один момент. В итоге у нас следующее. Немножко порисуем. У нас три заявки, три реальных конверсии. Так, 500 рублей уже зачислено на баланс, поскольку данный оффер горячий, его продвигает сама компания M1 Shop. То здесь все, в общем, холда, в общем, нет. Есть такая вещь, как холд. И это, в общем, скорость, в общем, перевода ваших честно заработанных деньги на ваш баланс. У нас есть одна одобренная уже заявка, все. То есть это деньги уже заработанные. Вот они, 500 рублей. Еще одна заявка у нас в ожидании. То есть до человека не могут дозвониться или, в общем, не берет трубку, что-то еще. Она не одобренная, она человеком заполненная. Человек действительно заявил желание. То есть как только ее одобрят, у меня здесь будет 2 и баланс 1000 рублей. То есть даже с теми экспериментами, которые я вам показывал, это работает и приносит результат. И одна трешевая заявка, неправильно обработанная, я ее смотрел. Это реальный человек, он просто ошибся там. И регион был именно тот, который нужно было исключить. В общем, все бы было хорошо, мы бы лучше сэкономили денег. Но зато увидели все как есть. Поэтому вот здесь вот отображается только вот из этих колонок. Из этих. То есть вот эта трешевая здесь не учитывается никогда. Так, все это убираем. Так, давайте выставим сегодня. Применить фильтр. И давайте пройдемся теперь, чтобы было посмотреть по вот этим всем вкладочкам, чтобы было понятно. Итак, лендинги. Вот наш оффер, который мы рекламировали. Вот эти все заявки. Так, прокладок у нас мы эти транзитные страницы не делали. По офферам тоже самое. Так, по товарам тут тоже ничего интересного. Вот как отображается Украина, Белоруссия, Казахстан. Так, смотрите, что получается самое интересное. Так, ну ладно, да гео. Смотрите, данный продукт сразу же разделяется по геолокациям. И так, смотрите. Вот реальные заявки мы видим сразу пришли с пометкой RU. То есть именно Россия, то есть как регион, привела эти заявки. Даже трешевую вот эту заявку, все заявки привели только с одного региона. То есть смотрите, вот это деньги, потраченные впустую. Но это и есть то самое тестирование, когда мы видим, какой регион, как говорится, платежеспособный на этот продукт. То есть каждый клик, если взять и умножить по 6 рублей, да, в среднем сколько у нас там получилось, или 7 рублей клик, то можно сразу было сэкономить половину бюджета. Но зато вы увидели, как делать не нужно, как, в общем, сразу настраивать правильно, чтобы убедились, что, в общем, не надо тратить время на то, что не приносит результата. Мы с вами об этом уже говорили. Так, теперь нам нужно узнать, помимо того, с какого региона пришли эти заявки, да, и, соответственно, какое ключевое слово их привело. То есть, как вы понимаете, помимо того, что у нас есть 118 кликов по нашему региону, который принес заявки, здесь всего лишь у нас одно ключевое слово сработало, одно, и оно принесло не 118 кликов. То есть, минус вот это, минус здесь неэффективные слова, то там расходы на рекламу вообще составили примерно там 250 рублей. И мы уже в плюсе, ну, здесь не видно, там 500 рублей то, что нам перевели, если вот эту еще заявку одобрят, то вообще будет 1000 профита, 750 рублей сразу прибыли. Но это ключевое слово нужно узнать, собственно, то, чем мы и занимаемся сейчас. Так, дальше, давайте по гео. Давайте еще раз порисуем. Так, вот здесь четко видно, все, вот это мы удаляем, все. Берем только в оборот регион Россия. Теперь мы будем сейчас узнавать, какое ключевое слово принесло, в общем, этот результат. Дальше перебираемся по меткам. Давайте по порядку теперь. Так, давайте по профиту. Так. Здесь меток достаточно много. Давайте сначала по кликам. Так, то, что не принесло и съело деньги. Комбраузер. Это видно с браузера как-то. В общем, вот это тоже можно внести в черный список. Яндекс.Дзен принес нам одну заявку. Так. И вторую заявку принесла реклама Погода.орг.юа. Но регион Россия. УА, по-моему, это Украина домен. Но, тем не менее, пользователь был из России. Там об этом говорит IP. Так, переходы. Все. Вот здесь мы можем вот это оставить. Ну, например, такие вещи, как поиск плагинов, ру, вот эти домены, все можем мы в черный список внести в нашей рекламной кампании в Яндекс.Директе. То есть, исключить. Так, идем дальше. Теперь у нас метка тизер. Какие объявления принесли? То есть, ну, мы об этом уже говорили. И вот номер ID объявления, который принес все эти заявки. То есть, видите, как очень просто сегментируется, когда у вас есть аналитические данные. То есть, теперь я просто перезапущу рекламную кампанию, исключив все самое неэффективное. Теперь идем дальше. Так. Ну, рекламная кампания одна. И теперь ключевые слова. Самое важное. Так. Где наш маркер? Теперь самое главное. Смотрите. Вот здесь, например, фраза «Крем лицо» принесло нам, извиняюсь, 56 уникальных кликов. Ну, понятно, здесь привирает статистика. Мы видели. Пусть даже 30. Пусть просто даже 30 кликов. Это по 7 рублей. Это дофига. Мы не получили здесь абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Здесь не получили ничего. Здесь и здесь. И здесь получаются именно сотни рублей, которые мы могли потратить правильно. И принесло, ну, в общем, конверсии только одно ключевое слово. Так. Давайте заново порисуем. И принесло конверсию только одно ключевое слово. Но в этих кликах есть также клики с тех регионов, которые не конверсионные. Мы с вами это, собственно, видели. И таким образом наш, ну, в общем, стоимость, в общем, прибыль с одного клика, естественно, она выше. В данном случае показано 4,5 рубля, но она выше, поскольку, ну, в общем, нам нужно отключить все неэффективное, что здесь есть. То есть, всего на 1000 рублей у нас заявок, одобрено 500 рублей и, в общем, ну, одна трешевая, это понятно. Все. Теперь, что мы делаем? Мы берем просто одно ключевое слово. Так. Копируем метки. Лицо маска. Нажимаю применить. Применить фильтр. Так. Возвращаемся по гео еще раз, чтобы убедиться. Так. Вот что у нас получилось. Я сделал только что сегмент на ключевое слово, которое принесло конверсию. И здесь можно увидеть, здесь можно увидеть реально, то есть, если бы мы не потратили деньги вот на эти клики, вот на эти клики, то мы объективно, вот, скажем так, потратили только вот на эти 57 кликов и принесли бы, ну, вот эти две заявки. Плюс, естественно, я еще говорил то, что я накосячил, не убрал из российского региона те, которые запрещены для показа. Там это в оффере, в общем, указано было. То есть, примерно, на самом деле, вот эти две заявки принесло нам где-то 20 кликов. 20, ну, давайте 25 возьмем. Реально было где-то 25 кликов, даже не знаю, давайте, ну, 30 возьмем. 30 кликов, которые принесли вот эти две заявки. Вот что получилось. То есть, теперь я в рекламной компании Яндекс.Директ все это лишнее уберу. И будет у меня крутиться именно данное объявление, которое принесло конверсию. А оно доказательно принесло три конверсии. В общем, если бы не мой косяк и человек правильно заполнил, то оно хотя бы было бы в ожидании. Пусть ее потом бы не одобрили, но оно было бы в ожидании, с человеком бы связались и так далее. Вот что получается. И поэтому, когда все сливают свои бюджеты, говорят, что что-то не работает, они на самом деле не умеют работать с данными статистики. Вот что происходит. Ну что же, теперь давайте перейдем, где у нас заказы. Так, что у нас здесь получается? У нас три заявки. Вот данные в обработке. Ростов-на-Дону. Здесь неправильная трешевая заявка с Махачкалы. Вот здесь, если кликнуть на номер объявления, то появится субаккаунт, то есть РСЯ, то, что мы настраивали, номер телефона и имя. С Новосибирска пришла заявка, с Махачкалы и с Ростова-на-Дону. Теперь самый главный кульминационный момент. А где же Москва и Санкт-Петербург? А их нету, потому что там очень низкая конверсия. Это я говорю вам из опыта уже. И плюс мы ставили Гео, Россия, абсолютно все, вы сами видели. Данный регион, вот где трешевая заявка, он исключен, мне нельзя было на него крутить. Но на самом деле проблема вот этой заявки в том, что там, ну если кликнуть, там перепутаны данные, сразу номер телефона покажется. В общем, человек перепутал данные, вместо имени там не получилось у него написать. Это не ошибка, то есть это не какой-то там робот или фейковая заявка, просто неправильно реально оформили. Такое бывает у всех абсолютно. Суть в том, что, как видите, работают регионы. Вот сейчас я еще дождусь вот эту обработку, она уже где-то часа четыре в общем в обработке. Нужно подождать, ну до вечера хотя бы еще сутки пусть пройдут, на следующий день можно говорить. Если ее одобрят, то объективно где-то на 250 рублей на тесте, то есть мы просто сейчас тестировали, это даже небольшая рекламная кампания, уже 750 рублей. То есть я все эти корректировки внесу, уберу с Верис с Софером, уберу те регионы, которые нельзя крутить, я сейчас покажу, и уберу Москву и Санкт-Петербург. Так, все страны СНГ тоже я убираю, оставляю только одно объявление и потом посмотрю еще по площадкам, добавлю те, которые принесли много кликов, но не принесли конверсии. Так, теперь возвращаемся в мои офферы. Видите, что происходит? Все достаточно просто на самом деле, когда вы знаете, как работать именно с аналитикой, а не с тем, как купить трафик. Так, трафик много ума не надо купить, вы видели сами. Я забацал парочку объявлений, влупил просто-напросто там 10 рублей за клик и сказал, сейчас будем смотреть, что получится. Так, 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 геоограничения. Вот это я ничего не делал, вы видели, что я поставил там Белоруссию, поставил там Казахстан, Украину и, в общем, Россию как есть. Я там еще перед модерацией заходил, ее переотправлял, потому что, в общем, все это долго было. Так, вот эти регионы я не исключил, не исключил я Донецкую область, тоже просто-напросто, если бы была заявка из этих областей, то, ну, даже хорошая заявка, мне бы ее не одобрили, там не доставляется доставка. И в Казахстане Байконур тоже не исключил. Но это первое. Все, я выставляю все регионы, исключаю все регионы, где не отправляется доставка, не обрабатывается колл-центр и оставляю одно рекламное объявление. Вот и все, вот весь секрет CPA и, в общем, маркетинга, который, в общем, наглядно показывает, что вы должны, кому, куда и во сколько, как говорится, в общем, рекламировать. Так, возвращаемся в заказы опять. Я вам хочу показать самый главный момент. Посмотрите, пожалуйста, на время. Так, так, так. Посмотрите, пожалуйста, на время. В 8 утра 37 минут, в 7 утра 42 минуты, в 7 утра 37 минут. Причем, практически, здесь разница там какой-то, 5 минут. Разница 5 минут и все великолепно работает. Поэтому, кто вам говорит, что там в 7 утра все спят, никто ничего не заказывает, это все туфта. Вы сами только что увидели. Так что, когда у вас наберется много этих заявок, вы еще по часам, именно по времени, то есть выставите там в 7 утра там 3 заявки, одна там в 12 растет, в обед ничего и потом опять там, например, до вечера какие-то всплески. И вот по этим часам вы будете выставлять свою рекламную кампанию. То есть, например, там с 7 утра до 12, с 14 до 17 и с 18 до 21. То есть, самые конверсионные часы. Посмотрите, вот если по заявкам, то эти часы можно выставить. А можно этого не делать, просто выставить с 7 утра до 9 вечера. И это тоже будет прекрасно работать. Самое главное, гео-таргетинг, хорошее объявление, хороший ключ. Ключ, потому что это есть те самые деньги. Именно ключ. Потому что объявление протестировать много ума не надо, а вот ключ найти, который приносит деньги, это совершенно другое. Продолжение следует...